господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 516 события дня эпиграфы евангелия от марка 12 26 а мертвых что они воскреснут разве не считали речь идет именно об этом главное что они считали к ним все время обращались за 11 мая 2017 года екатерина федорчук уважаемый игнатий от всей души поздравляю вас с днем рождения день рождения у меня 10 июня я даже не могу понять когда это написала она желаю вам исполнения во всей полноте божьего предназначения крепости духа полноты радости перед господним лицом с избытком даст тебе господь бог твой успех во всяком деле рук твоих в плоде щерева твоего плоде скота твоего плоде земли твоей ибо радоваться будет господь о тебе благодетельствия тебе я не знаю может быть здесь я ошибусь но я хочу сказать что это не православный пишет местописание глава стих позвольте православным зачем это нужно я благодарю вас екатерина храни вас господь пишет некоторый человек когда мы заказывали эти евангелия видимо имеет ввиду что которые евангелие раздавали на этой православной выставке прошедшего воскресенье это было 7 мая семнадцатого года диана то я рассказала о воскресных раздачах и народ там обрадовался что как хорошо что православные раздает евангелие и прямо просили вы поделитесь с ними вот как хорошо что православные раздает евангелие ничего больше не написано явно дело что это пишет не православное пямую красам а первых никому не дадут и радоваться об этом раздаче не будут видите как узнаешь я даже Не знаю, не следователь какой, но явно, что это точно на 100%, что это не православное. Раздавать, да бесплатно. У нас сестра, одна Ельникова, Анна Кузьминична, она поехала, у нас материалы были газетные. То, что в нашей книге к истинному православию, крещение, покаяние, церковь, вот там все такое, табакокурение, обо всем этом. Она раздает, бабуля там, говорит, в электричке, удобно раздавать, все видят. И она достает ей деньги, сколько, уже взяла все. Она говорит, да нисколько, сестра, я даром даю вам. Даром? Ах ты сектантка, обмануть хотела меня православную. Забери. Она там Евангелие дала, со своим Евангелием ходите тут. Православные никогда никому даром ничего не дают, запомни это. Вот так вас и узнают. Вот видите, какие признаки бывают. Юрий Соболев пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович, выходим на город, на большую площадку. Вот догадайся, о чем говорит. Выходим на город, на большую площадку. Тут непонятно. Митрополит Пантелейман благословил нас с батюшкой на проведение цикла лекций по Евангелию от Иоанна в ВДЦ. Это, видимо, Сибирь, какой-то центр. На следующий учебный год. Но явно дело, что тут православный митрополит. Можно посмотреть, откуда он, Красноярск. А это преподаватель университета в академии и ведет у них занятия. Юрий Соболев. Переговоры с самой площадкой успешно завершены. Началась работа по изготовлению буклетов. И не хочется мне лично прерывать еженедельное занятие, которое с Божьей помощью ведем в епархии. Так пусть и не благочислено, очень дружное там, хорошая атмосфера сложилась. Но ежели возникнет дефицит временной, придется чем-то жертвовать. Какой из этих аудиторий? Как благословите, Игнатий Тихонович? Что посоветуете? Прошу вашей молитвенной поддержки в этом вопросе. Вот моя поддержка какая? Вот сейчас я говорю, перехрестился и говорю, да благословит вас Господь Юрий, прислушаться к моему совету. Я отвечаю, у меня ли спрашивать, когда живу только будущим? Люди живут прошедшим, а я живу только будущим. Как будто бы я жил два дня на этой земле. И вот сейчас, завтра мы уезжаем, там будет встреча с митрополитом, с людьми, придется проповедь говорить, священники будут. Я весь в прошлом отбыл, теперь весь в будущем. Всегда, так если бы такое случилось, что и к этим двум, что он занимается, прицепил бы любовью Божией еще больше. Говорит он, выбор какой, а я наоборот, в обе взял, да еще поискал. Всегда старался брать несколько дел, успевая везде. Хотя священное писание предупреждает о возможной надсаде. Сирахов, 11 глава, 10 стих. Я люблю Слово Божие, поэтому хочу подтвердить то, что я говорю, оно невыдуманное. Сын мой, не берись за множество дел. При множестве дел не останешься без вины. Если будешь гнаться за ними, не достигнешь. И убегай, не уйдешь. Вот тут понимает, вот как, можно браться за многие дела или нельзя. Вот. Если так говорить, ну тогда можно действительно правильно, тут еще и больше нету. Не дано тебе. Второе, Тимопея 4,2. Проповедуй Слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Главное, долготерпение где? То есть не принимает, не хочет слушать, поносит тебя, бьет тебя. Но это все может пройти очень быстро. Деяние 1,8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Мне будете свидетелями. Мне не говори, что устанете. Деяние 13,47. Ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя. Ну, чтобы было понятно, о чем речь идет. У русских это большая буква, решает тут все. Слово тебя, это означает о Боге. Чтоб ты был во спасение до края земли. Положил во свет язычникам. Езекииля 2,5. Будут ли они слушать или не будут. Ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. Нас не принимают. Это мы должны говорить. Пусть знают, что был пророк среди них. И говорим слова мои. Будут ли они слушать или не будут. Ибо они упрямы. Впереди, говорит, одни мятежный дом. Здесь упрямы. Встань и пойди к переселенцам, к сынам народа твоего. И говори к ним. И скажи им. Так говорит Господь. Будут ли они слушать или не будут. Ну, вот отсюда и сделает вывод Юрий. О чем я говорю. Я даже могу попутно сейчас глянуть. Юрию я это сказал. А принял это или нет. Вот мы сейчас посмотрим. Ага, до края земли. Вот оно. Все, я уже отослал его. Ну, раз отослал, значит, будут приняты. Митрополит Агафангел. Пашковский. Мы не часть, мы остаток русской церкви. 10 мая как будто бы. Автор митрополита Агафангел. Вот он стоит. Но тут его не увеличить портрет этот. Хорошая борода у него. РПЦЗ. Образовалась в силу обстоятельств, когда шла гражданская война, и русский народ поделился на тех, кто оказался на территории, захваченной коммунистами, и тех, кто был вне ее. Между ними не было никакого сообщения. И только поэтому за границей было создано отдельное церковное управление. Так русская церковь, будучи единой, разделилась на два самостоятельных управления. Никаких динаминаций конфессий. Этими словами сатана прикрыл слово ересь. Когда кто говорит, какой динаминации, ты знаешь, что это говорит еретик. Он прикрывает. Ему еретик никак не нравится. Это разделение было закреплено в положение русской православной церкви за границей «Есть неразрывная часть поместной российской православной церкви, временно самоуправляющейся на соборных началах до упразднения в России безбожной власти в соответствии с постановлением Святого Патриарха, Священного Синода и Высшего Церковного Совета Российской Церкви от 7 до 20 ноября 1920 года за номером 362. Всякое общение с церковным управлением в Москве со стороны РПЦЗ было полностью прекращено в 1927 году после издания декларации митрополита Сергия. С тех пор между РПЦЗ и МП отсутствует евхаристическое общение. В том же 1927 году по тем же причинам церковь на территории СССР разделилась на советскую церковь с управлением в Москве и катаконную церковь, не признающую этого советского церковного управления. Там указывается, где он, где-то управление, а здесь не указывается, потому что подпольщики. Таким образом, в силу внешних обстоятельств русская церковь разделилась на три части, не имеющих связи друг с другом, о чём РПЦЗ постоянно заявляла. Если РПЦЗ, то есть русская православная церковь за границей, имела связи с МП, не только из-за железного занавеса, но и в силу подчинённости последней советской власти, а с 1961 года ещё и за вступление МП в эритическое и экуменическое сообщество, то с катакомбной церковью РПЦЗ всегда декларировала полное духовное единство. После усыновления возможности свободного контакта в 90-х годах прошлого века часть РПЦЗ в 2007 году вошла в состав Московской патриархии, закрыв глаза на сергианство и экуменизм последний, которым сейчас прибавилась ещё и латинская ересь, которую разделяет возглавители МП. В то же время часть катакомбной церкви слилась с остатками РПЦЗ. С остатком. Таким образом, часть РПЦЗ, не пошедшая на объединение с Московской патриархией в силу еретичности последней, уже не является и не может никак являться или считать себя хоть какой-либо в виде её частью, разве что только в историческом плане до 1927 года. Мы фактически сегодня являемся не частью Русской Церкви, а её благодатным остатком. Я думаю, что это своё состояние мы должны подтвердить соответствующим официальным определением Архиерейского собора, который будет проходить в октябре этого года. Ну, вот такие небольшие справки. Я что взял из писем я. Вот. Теперь показать, что у нас есть мой мир. Мой мир. Вот он как выглядит. Пожалуйста. Мой мир. Видите, я стою здесь как в шапке. Вот это надо брать в шапке. А которая, встречаясь я с голубем, это не трогать. Это там так дубль модераторы делают. Вот пока говорили, вошёл тут, прислал новое сообщение прочитать Андрея недоступ. Я вот открываю. Что он делает? А он разбирает каждое событие дня и на какой минуте, где что есть. Вот какой он молодец. Вот дальше мы смотрим. Андрей, как я делаю? Я его копирую вот так. Ага. Мне сейчас не скопировать, то есть всё закрыто. Ну, копирую, а потом заношу и вставляю под этим роликом. Тут всё просто. Дальше у нас есть ленточный форум. Ленточный называется. Очень удобно и пользоваться. Очень удобно. По тематикам вначале говорится. Всё это открыто для всех. Сразу темы. Темы просто 1600 тем. Это не две темы. И наш видеоканал во свете Библии. Вот всё во свете Библии называется открытым оком. Вот пока говорили, опять кто-то вошёл. Но если я открою, если я ругается, то закрою. Вот пользователь как-то Надежда Тишля добавила комментарий. Игнатий Тихонович, ответы по существу. Слава Христу. Вот так. Ну, я убираю её. И ещё у нас у нас ещё во свете Библии православный библейский сайт. Самое ценное, считаю, это 4124 ответа на вопросы и 55 папок они разбиты. 55. Поэтому сейчас тема идёт о русском языке. Я буду вынимать по одному вопросу и озвучивать их. Вопрос 2340-й, 10-й том открытым оком. Многие верующие говорят, что кто кого в чём судит, тот тоже и сам впадёт. Так ли это и почему? Ведите примеры. И как уметь отстоять свои правильные убеждения, если архиерей тебя преследует? Архиерей преследует. Везде вот как будто бы архиерею больше заняться нечем. преследует. Ну и если несправедливо, это же как-то аукнется. Отвечаю. Это в университетах я вел занятия, в институтах, в школах, техникумах, на радио, милиции. Во всём любовь к Богу, к Библии и к тому, с кем конфликт. У нас были исключительно натянуты отношения с нашим архиереем. Но по милости великого Бога теперь всё иначе. Не знаю, что будет завтра, но наша позиция неизменной по сей день. Обвинение меня в расколе обрушилось всей страшной тяжестью. Теперь на самого архиерея. Дословно, он попал в моё положение, как я некогда перед ним. Но тут говорится именно о нашем архиереи в Тихий Курочкин. Не комментирую письмо епископа, как он совсем даже не моё, а надуманно им самим, хотя он слова берёт из моего письма. Не говорю, что я святее епископа, но он же на меня наседал и грозился лишить духовного наследия моего, меня, а не я его. Псалом 9.29 Сидит в засаде за двором, в потаённых местах убивает невинного, глаза его подсматривает за бедным. Я это открыто говорю, потому что было написано ещё давно, когда он был у нас епископом. Псалом 36.32 Несчастивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Казалось бы, ещё себе дожились. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Получил ваше письмо со статьёй про церковно-славянский язык. Крайне удрущён содержанием этой статьи. Во-первых, вы, вопреки здравому рассудку, называете церковно-славянский язык мёртвым, которым никто не разговаривает. Ну, дальше неправда. Я буду просто пролистывать сейчас, вот смотрите как, от одного к другому. Просчитайте. Вот этот уже у нас был. Сильно обвинял меня. Тормозите и прочитайте. У меня нет ни желания, ни времени заниматься этим. епископ Евтихий. знания, писания одухотворяют. События, любые, все вещи и детали. На что не посмотрю за скрытыми дверями, и самое что не есть, брони и лыжи стали. Во свете вечности рассмотрим этот день, в свою кровать и первые шаги, прообраз воскресения из-под завала в стен, покрова одеял, наркоз из сна в мозги. Делами праведности душу облекать, повсюду отрекаясь помощи бесовской. Христа незримого узрю на облаках земли сгоревшей, почерневшей остров. С молитвой дверь поутру отворю, она преобразует и мне Иисуса. Знак отречения от мира этот крюк врагов губителей к нам за порог не впустит. Потея, обрабатывая землю в единственную душу, насаждая злаки, учения апостольскому внемлют, что за труды динари нам заплатят. Пропаловые сорняки и грехи и постоянная нужда в поливе раскаяния, проповедью сетью не рыба для ухи, а души, как гласит Священное Писание. Все из Христа к Нему и возвратится в любом кому я помощь окажу. Святая истина, к себе подобная птица, а было время жил, как бы навозный жук. Дорога пыльная, политики шумиха, помылся покаянием, очистился грешение, и Бога ощутил в движении ветра тихом. Вот ястреб пловит, голубя, душа моя мишенью. Необозримые вокруг учителя сопровождают сонного в постель могилу. Нам руки женщины не сладость, а петля. В сердцах сбербанки стих накопит силу. и вот все это закрыто. Дальше теперь мы посмотрим еще какое слово. вопрос 2714 12 том открытым оком. Если нынешние люди не понимают богослужения, то как могли понимать в прошлые века? Или так воображали, что что-то понимают в этой шифровке? Вообще сильные вопросы такие. Ответ многие раньше уже понимали, что богослужение есть тайна великая и неразгаданная. Умышленно создали такую тайну и на этом все только и строится и проигрывается. Учение о богослужении как предмет преподавания. В ряду всех предметов школьного обучения учение о богослужении наиболее требует наглядно конкретного метода показательных уроков, своего рода экспериментов. Богослужение это душа религии, все живое выражение наиболее трогающее сердце, изумительно крепко укореняется в людях. Языческие обычаи свято хранящиеся даже интеллигенцией несомненно доказательства этому. В православном богослужении общение с Богом величайшее таинство Евхарисии, связующее человека с миром горнем. Вот так здесь о чем решила. Ко мне подходят два малыша-гимназиста, третьеклассники, с книжкой о богослужении с просьбой разъяснить им урок. Беру и каждый раз смущаюсь. Что же я стану объяснять им, когда здесь нечего объяснять? Все слишком просто, мертвы для объяснений. Эти-то вопросы навели меня на предлагаемое размышление. Изумительно прежде всего расположение частей курса. Какая-то анатомия богослужения, все схоластическое, расшленено до того, что становится нестерпимо больно от этой мелочной классификации мучительной терминологии с еще более мучительными объяснениями. На своем месте, где данная принадлежность имеет употребление, она занималась бы красочно, ярко. Я буду просто пролистывать, считать не успеваю, голова кружится. Просто следите, я буду продергивать. символизм богослужения великая святыня, и применять его куда попало нельзя. Ну и дальше объясняют, ненужных исцелкований в символическом смысле. Учение богослужения расходится с практикой чего-то не сказать-то. Воззваниями какая сила, какая настроенность. Ну, когда будешь считать священное писание, тогда не будет настроенности. вот оно как здесь тормознул, просчитал, тормознул, опять просчитал. Довольно крупно написано. «Отсутствие понимания православной молитвы. старобряческий журнал, мысль, и считались книги из закона Божия внятной, и присоединяли толкование, народ понимал прочитанное, но если я не разумею значение слов, то я, говорят, говорящий шужестранец и говорящий для меня чужестранец». «Когда молитва искренно идет, не по привычке топчемся привычно, тогда мы рвемся к Богу и слова взахлеб, а не об их, куда их сонно тычем. Бог савалов не дремлет пресносущный, душой ощущаем и без заказательств. Сам Дух Святой молиться нас научит, как для полета растопырить пальцы, специально такое сравнение даю. «Под небом звездам куполом ночным величие творца неизмеримо, словами восхищенными почтим, эпитетов найдем весьма старинных. Кружение мыслей мелких бессловес да сгинет, да исчезнет безвозвратно. Борьба смертельная рубеж проходит здесь, а сатанелый недруг прет на нас нахрапом. Молительное правило есть посох неопытным в таинственных обореньях, когда свои слова заносит косо, на каждой запятой лукавый кренит. У гроба близких временная зрится отчетливый, счета бездушных лет, неузнаваемые милые нам лица под крышкой гробовой нашли всему предел. Сопровождаем мы сеноушедших, а так ли это там, не нам судить. Слезами внутренние слова свои прошепчем, не их себя пытаясь подкрепить. Молитва посерьезнела в плену, в тюрьме злосчастном и при потерях лютых, к незримому единственному льну. Бог утешает, гладит, нежно любит, счастливейшему жребен дан молиться, не по ветру внести с заброшенной пылинкой, безверно смертным негде прислониться, комариком болтаться на паутине липкой. Это тоже закончили тихотворение. Вопрос 2623. Есть ли размышления зарубежных архиереев о русском языке? Или они так и уходили из жизни, считая, что церковно-славянский язык нужен людям? Ответ. Мне в руки труды их не попадали, но допускаю, что были такие возрожденные и смелые, но мне не удалось близко быть с ними. Есть чуточку рассуждения епископа Григория Граббе. Судьба каждого человека кого-то постареть, подкрадывается незаметно, часто давая себя знать после какой-нибудь болезни и старости. Я огорчался, когда меня вышибали из стенода, еще способном к работе, а когда заболел во Франции и после трех недель в большинстве совсем не мог ходить, то увидел ясно, что моя активная практика спета. Деваться некуда. Надо только благодарить Бога, когда что-то в ограниченном размере еще можешь сделать. Надо помнить, что всякая наша немощь не от интеллигенции, не от интриганов, а по воле Божией, слава Богу, что убирает Господь из мира сегодня скоропостижно, отдает время для покаяния. Надо полезное делать и пользоваться случаем, когда Бог дает такую возможность. Мне сейчас Он дал силы написать работу о церкви и послал мне много нечаянного материала. Я понимаю вашу мысль относительно богослужебного языка и особенно в отношении молитвослов. У меня являлась мысль, что для начала надо было бы ограничиться некоторой русификацией, а не полным переводом этого слова, хотя бы сокращенного. В нем перевести малопонятные слова и обороты с похожей на славянский язык внешностью. Но это большая работа, для которой я не подготовлен и не мог этим заняться. Для знатоков в любителей славянского это, вероятно, звучало бы сквятататцем, но помогло бы сохранить хотя бы некоторый звук славянского и понимание его в некоторых случаях облегчить даже интеллигентам. Что же вы думаете? Если священники претендуют на звание пастыря пастухов, то нужно же иметь и овец неже всеядных гиен и шакалов Исайя 13-12 Шакалы будут выйти в шартогах их и гиены в улесительных домах Серахов 13-22 Какой мир у гиены с собакой и какой мир у богатого с бедным? Я сын пастуха и паст много лет овец и коров. Нужно знать, что может повредить животным. Где лучшее пастбище и где хороший водопой, где могут твои подопечные лучше отдохнуть, как их теперь ставят. Сохранить от волков. Если ничего из этого священники не умеют делать, то они не наемники, а лютые волки, не щадящие вверенных им овец. Деяние 20-29-30 Ибо я знаю, что под шестью моем войдут к вам лютые волки, не щадящие старость. Не щадящие вверенных им овец. Деяние 29-30 Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Псалом 22-2 Он покоит меня на злачных пашетях и водит меня к водам тихим. Иезекиля 3-4-2 Сын человеческий, изреки пророчества на пастыре Израиля, изреки пророчества и скажи им, пастырем, так говорит Господь Бог, горе пастырем Израилем, которые пасли из себя самих. Не стадо ли должны пастись пастыри? Непонятный язык это непроглотываемая масса и потому скотинка голодная и будет искать где бы ущипнуть доброму корму. Мне ничего от вас уже не надо, приоборол последние толчки, смотрю сквозь щель с той стороны ограды, я не должен никому почти. Во сне бесчислено от смерти убегал с холодным потом возвращался в тело, срывался с альпинистами со скал, когда мой штырь забит был неумело. Вот так сейчас говори но Татьяна едет, Татьяна и Надя, ну и Игорь и я больше никого нету, потому что заняты оказались там. Сейчас Нина Желнер приезжала тут была, поговорили, плохо у него дело, то ее Виктор Матвеевич Отдал отдал все Ну куда нам ехать, по какой дороге, в каком километре на этом хорошо но так а если перенести сюда это так так трудно но если туда не стоит а свою табличку поставим здесь сами сделаем и поставим а тогда у нас стояла здоровая столб крепкий он упал а мы с павлом безруковым приезжали и он слез и двумя руками кое-как ее поднял тащит игру куда сувенир она метра три длинная была это столб и он волоком тащит играть сувенир будет у меня но с богом батюшка звонил завтра ехать 9 не спотыкайтесь о мои заслуги соблазны нам не мозольте на скамейках кто семилемешем воспользуется плугом им сырину взрывал хоть не всегда умело в наследниках моих не одиночки суметь и сохранить и приумножить мой опыт благовестия живым сгодится очень в преображении тем кто на христа похожих сотрутся в памяти последние следы сопровождающие мысли и деяния предупреждал дел будет не впродых моим воспользуйтесь же опытом и знанием имейте юмор трезвую улыбку видите растерявшихся к загону и без предвзятости учитесь на ошибках во свете истины библейского закона за лидерство не бейтесь понапрасну быть пастырем ответственно и страшно стакан воды подай пролей рекой в массы с усердием зови и обработай пашню я не инспектор вам но пристально смотрю прошу не культивировать потом мои ошибки закон любви единственный ваш крюк на нем как знамя и мои пожитки сопровождающие мне нужна молитва не канонизировать пропущенные буквы за гранью дней затворенной калитки мой мирный труд и битвы совокупно 4 февраля 2005 года вот наверное я на этом закончу один никого нету и поэтому так завтра собираемся потерявку на день деревни день открытых дверей вот бились-бились кто на машине и игорь любунов отремонтировал вроде бы может повезти батюшка интересуется как там поворот перенести знак это видишь как не просто строго но все на этом